Мы начинаем разговаривать с представителями гаражных кооперативов И говорим о том, что есть гаражи, которые пустуют Которые вообще никак не задействованы Есть гаражи, в которых что-то хранят Есть гаражи, в которых стоят машины А есть гаражи, в которых есть реально какая-то функция и какая-то активность Например, гараж на 300 мест На 300 боксов Из них примерно процентов 30 это кладовки Примерно 30 это парковки И 30 не задействованы никак Вот эти 30 парковок и кладовок Мы уводим в объект Строим объект и туда уводим Расчищаем площадку для каких-то других функций А вот эти 30 процентов, которые хотят жить Уже они либо могут на первые этажи какой-то своей функции зайти Либо на площадке остаться То есть это уже большая, очень интересная на самом деле работа Но точно сметать нельзя Потому что это будет специальная революция сразу Я считаю, что это суперинтересная почва для размышлений Для архитекторов, урбанистов в том числе Судьба, даже будем говорить, не гаража А некой мелкой ячейки индивидуальной Великие, я бы сказал, стартапы, которые стали там Microsoft, Apple начинались в гаражах Как мы знаем Там далеко от примера пить не надо У меня лично есть пример Вот сейчас проект, который идет в Третьяковке Он сделан полностью у меня в гараже То есть я убрал из гаража машину И сделал там мастерскую художественную Потому что тот формат, который там большого формата Листы надо было делать Вообще нигде не помещался То есть уже там дома не нарисуешь И вот это опыт моей конверсии Сейчас я дальше так, соответственно, и оставил И я понимаю, что это намного лучше Машина может на улице постоять Или вообще уже часто ездишь там без машины Вот, а гараж стал абсолютно местом жизни Из какого-то такого темного бокса Где там он стоит То есть вот эту мечту Еще и с рекой работать Практически всем Дать эту возможность Так же, как и гараж Как пространство для себя И река, может быть, опять вернуться Чтобы человек ее чувствовал своей Сейчас она в Казани не своя Она как-то отрезана очень сильно Казань это Амстердам, может быть, просто российский Там же тоже типологии Мы ее тут не обсуждаем Во всех смыслах, да Конечно, да, там уже много возможностей Каждый житель должен настраивать город под себя Не требовать Давай ты мне дай возможность, да Покажи мне, куда идти Что не хватает, начинай, делай Мы как раз, когда мы в Институте развития Говорим с молодыми людьми на эту тему Когда они там начинают жаловаться Что у нас вот этого не хватает Того Я говорю, давай в группу к нам И придумай Что тебе не хватает Что для этого нужно Придумай Давай сделаем То есть, если каждый будет активную позицию занимать И настраивать город конкретно под себя То город будет очень комфортным для жизни Спасибо за субтитры Алексею Дунроводную Редактор субтитров А.Новик Корректор А.Егорова Продолжение следует...